Мы живем в такое время, когда народ Божий должен искать ответы только у Бога и только в Его Слове. Пожалуйста, услышьте меня. Кризис, который мы переживаем сейчас, не является следствием ужасов бандитизма или смертельной пандемии. Все дело в отклонении от истинной христианской веры. Читая Писание, мы видим, что Бог задумал семью не просто как средство защиты детей от дурного влияния культуры, Он вложил в это нечто большее. Его замысел в том, чтобы христианская семья была плацдармом и наступательной силой для отвоевывания для Царства Божьего культуры, захваченной сатаной. Христианская семья является своего рода агентом Церкви Иисуса Христа по распространению истины. Каким образом мы это делаем? Ну что ж, давайте вместе посмотрим 127-й псалом. Я думаю, все согласны, что слова «блажен» и «благословение» — это чудесные слова. В духовном мире это означает не что иное, как благосклонность Бога. Пожалуйста, поднимите свою руку, кто хочет благословений, а кто не хочет благословений. Разве есть такие? Кто не хочет быть благословленным? Слова «благословение» и «благословит» упоминаются четыре раза в первом, втором, четвертом и пятом стихах. В последнем послании, разбирая 126-й псалом, мы увидели благословение Божие, выражающееся в том, что наши дети станут стрелами в руки величайшего стрелка из лука. Этот псалом очень ясно говорит, что когда мы с верностью вкладываемся в будущее поколение, когда изливаем наши жизни ради них, тогда мы будем благословлены. В 126-м псалме упоминаются только отцы и сыновья. Здесь уже упоминаются и жены, и дочери, и даже внуки. Правда ведь это чудесно, да? Видите, что псалмопевец говорит? Он говорит, что когда мы вкладываемся в новое поколение, когда мы стараемся ради них, тогда Бог благословит не только нас самих, но и наше будущее поколение. И даже больше этого Он благословит так же и поколение, которое придет вслед за ними. Кто скажет на это аминь, дорогие друзья? Давайте вместе посмотрим на условия этого обетования. Согласитесь, нам всем нравится получать обещанное. Ведь так? Но лишь немногим интересно знать про условия, при которых обещание будет выполнено. Первый и второй стихи. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Вот это условие. Видите? Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен Ты, благо Тебе. Я должен здесь пояснить кое-что. В особенности, я хочу объяснить это молодежи. Боящийся Господа не означает быть запуганным Богом или абсолютно бояться Бога. Многие люди учили этому раньше, и даже сейчас продолжают это делать. Есть те, кто описывают Бога вечно злым, капризным, как будто Он только и ждет, чтобы ты сделал ошибку или упал, чтобы дать тебе подзатыльника. Справедливости ради скажу, что наш Бог — Бог справедливости. Не забывайте об этом. Это другая Его сторона. Он не даст несправедливости длиться вечно. Однажды, рано или поздно, Он разберется с этим, но вместе с этим Он также проявляет Себя нам, как Бог благодати и милости. Он никогда не отказывает в Своем прощении тем, кто ищет Его. Слово Божие говорит о страхе Божьем, которое означает то, что мы постоянно, сознательно находимся в полном благоговении перед Богом, и мы желаем искренне слушаться Богом из чувства уважения и благодарности. Мы так высоко ценим Его, что не делаем со зла, сознательно и преднамеренно ничего, что могло бы оскорбить Святого Бога. А вот что это означает. Но благоговение должно начинаться с духовной обстановки дома, с духовной главы дома. Этим человеком является тот, кто живет в послушании перед Богом, кто почитает Бога и ходит перед Ним в благоговейном трепете. Это тот, кто оказывает почтение Богу во всех жизненных ситуациях. Только в этом случае следующее поколение будет духовно благословлено до подошвы ног. Еще даже до того момента, как они сами будут способны это осознать. Но, если будущее поколение видит, как мы не воспринимаем нашего Бога и Его Слово всерьез, что мы относимся к Нему как Джину из волшебной лампы, который нам нужен только, чтобы получать то, что нам хочется здесь и сейчас, то тогда они просто предпочтут отвернуться от такого лицемерия. Есть еще одна причина, из-за которой многие из нашего следующего поколения разочаровываются в христианстве. Это лицемерие тех, кто стоит за кафедрой. Я объясню это вам. Многие из вас знают значение слова «мирской». Но если кто-то из вас все-таки не знает или забыл, то я дам вам краткое описание и покажу насколько глубоко это проникло в церкви в наши дни и в особенности за кафедром. Слово «мирской» произошло от латинского «секулум», что означает «это поколение», «это мир», «это жизнь». Оно противоположно по значению духовному миру и вечной жизни. «Мирской» означает, что очень мало смысла придается чему-то за пределами этой жизни и чему-то кроме самореализации. В контексте мирского вечность на небесах не играет никакой роли. Это становится просто чем-то несущественным, а когда такое происходит, возлюбленное, тогда на первый план выходит желание мгновенного удовлетворения и наслаждения. если мы не искореним такое мышление в церкви, то мы потеряем будущее поколение. Все это начинается с мысли, с процесса и образа мышления. Вы спросите, а почему? Да потому что поступки следуют за мыслью, а не наоборот. Поступки следуют за мыслью. И когда в псалмах говорится «ходить с Божьими путями», там не имеется в виду только по воскресеньям. Или думай о Боге, когда тебе действительно что-то нужно от Него, или когда ты хочешь, чтобы Он что-то сделал для тебя, или когда ты хочешь, чтобы Он исполнил твои желания. А вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему Библия говорит о хождении с Богом? Ведь нам не говорится «сидеть вместе с Богом», и на это есть причина, потому что хождение подразумевает под собой определенное движение. Хождение говорит о процессе роста. Роста в чем? Роста в нашем духовном и библейском мышлении. Быце Е, пятая глава, Енох ходил с Богом. Это не означает, что Енох регулярно прогуливался с Богом. Это не означает, что Енох горячо молился, когда желал получить что-то от Бога. Нет, это мирское мышление. Мирские мысли. Бытие в пятой главе с 21 и до 24 стиха говорит, что Еноху было 65 лет, когда он начал ходить с Богом. 65 лет. В этом возрасте он стал отцом Мафусала, который прожил на земле дольше кого бы то ни было. и так в 65 лет он стал ходить с Богом. И говорится, что он продолжал делать это в течение 300 лет. Даже для Ветхого Завета это серьезный срок. Я рад, что живу в Новом Завете, потому что не хотел бы даже близко жить так долго. Задумайтесь об этом. 300 лет он ходил с Богом. Это не какая-то случайная прогулка. О нет, чем же Енох был занят все эти 300 лет, пока ходил с Богом? Апостол Иуда, брат Иисуса, говорит нам в своем коротком послании, что Енох жил в полном послушании. Понимаете? Видите теперь, что это означает? И запомните еще кое-что. У него не было Библии. Он не посещал группу по изучению Библии. У него не было друзей христиан, которые бы подбадривали его. Он не мог сходить на вечер поклонения. Но из-за его полного послушания Богу, Бог дал ему откровение о грядущем суде. До того, как он сказал Ною, Бог сообщил об этом Еноху. Мои дорогие возлюбленные друзья, я понимаю, что послание о суде никогда не будет ходовым товаром. Я знаю, что это совсем не популярное послание в наше время. Послание о суде не говорит о позитивном мышлении. Я думаю, послание о суде не поможет тебе почувствовать себя хорошо. На самом-то деле, период, в котором Енох ходил с Богом, был временем открытого и вопиющего бунта против Бога. Поэтому Бог сказал «Енох, расскажи им о надвигающемся суде». Возлюбленная, хождение с Богом побуждает нас говорить истину нашему поколению. Оно побуждает нас не лгать. Хождение в вере с Богом прежде всего направлено на угождение Богу. В этом смысл взгляните в послании к евреям. Одиннадцатую главу, пятый стих. Здесь говорится, что Енох угодил кому? Богу. Поэтому неудивительно, что он при жизни был переселен на небеса. Он не увидел смерти, как и Илья. Обратите внимание, когда мы имеем страх Божий и слушаемся его, то не только мы получаем благословение, но и поколение после нас. Сами взгляните на второй стих. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Это выражение является ветхозаветным способом сказать, что Бог будет благосклонен к тебе. Я должен сказать еще кое-что. Когда вы ходите с Богом, то все, что бы вы не делали, не будет напрасно. Слышится? Все ваши действия будут не напрасны. Самое первое благословение — прихождение с Богом. Это то, что все обстоятельства Он обращает себе во благо и ради Его славы. Второе. Это благословение следующего поколения. И даже если они начнут блуждать, Он все равно найдет способ, чтобы вернуть их назад. Так это произошло и со Мною. Даже если забудется, они все равно смогут найти дорогу назад из-за того, что ты ходил со Христом. Даже если разобьют ваше сердце, Бог все равно совершит свою работу в них. Поэтому Он сказал, «Жена твоя будет как лоза». Переведя на современный язык, эти слова являются символом свежести и нескончаемой радости. Почему? Да потому, что плоды винограда созревают после долгого, жаркого, засушливого лета. Здесь есть нечто важное. Хочу, чтобы вы поняли, почему Бог не сравнивает будущее поколение с лозой. Он называет жену лозой, а следующее поколение он называет масличными ветвями. Жена — это лоза, а будущее поколение — это ветви олив. Это очень важное различие. Будьте, пожалуйста, внимательны. Может, вы догадываетесь, почему следующее поколение у тех, кто верно следовал за Господом, сравнивается с ветвями оливкового дерева. Я вам расскажу несколько фактов об оливковых деревьях. Оливковые деревья лучше всего растут в твердой каменистой почве. Их корни способны глубоко проникать в скалистую почву. растут они очень медленно. Этим саженцам уже три года. Их дал мне один мой коллега со Среднего Востока. Они очень медленно растут. Их еще не высаживали в почву. И вот вам факт. Оливковые деревья начинают плодоносить не ранее семи лет. Проведенных в почве. Но первые плоды все равно будут не очень. Чтобы они стали действительно хорошими, необходимо будет подождать около пятнадцати лет, чтобы поднять будущее поколение. Нам потребуется настойчивость, должный уход и Божья инструкция. И тогда Господь вырастет эти масличные ветви в наших домах и наших церквях. При нашей настойчивости, победном настрое и понимании, что они — это Божье наследие, Господь сделает великие дела через них. Бог держит лук, из которого запустят их, как острые стрелы, чтобы осветить тьму этого мира. Хочу поделиться еще одной важной мыслью об оливковых деревьях перед тем, как закончить. Хорошо укоренившись, эти деревья не будут требовать особого ухода или надзора и смогут приносить плод в течение 20 поколений. Только представьте, 20 поколений. то есть как только они наберут силы, они смогут уже сами позаботиться о себе. Библия говорит, настав ребенка при начале пути и он или она не свернут с него даже когда вырастут. Ну и еще кое-что. Эти деревья вечно зеленые. Если их посадить в правильную почву, то они будут дарить красоту вне зависимости от времени года. В заключение я хочу рассказать вам две контрастные истории, которые иллюстрируют разницу между теми, кто стремится вкладываться в следующее поколение и теми, кто так не делает. История первая. В апреле 2000 года Руби Эллисон и Лора Эдвардс погибли в Камеруне в Западной Африке. Руби была за 80. Она не была замужем. Она отдала свою жизнь будущему поколению в своей церкви в Камеруне. Лора была вдовой. Она была доктором. Ей тоже было за 80. Она служила новому поколению вместе с Руби. Бок о бок в Камеруне. В их машине отказали тормоза, и они сорвались со скалы. Они погибли мгновенно. И можно я задам вам один вопрос? Было ли это трагедией? Нет. нет, не было. Это не было трагедией. Две жизни, наполненные страстью для Христа, для служения будущему поколению. Ради славы Божьей. Это совсем, совсем не трагедия. Их жизни не были потрачены впустую. они были инвестированы. И вот теперь вам вторая история. Эта история опубликована в известном издании. Она о супружеской паре, которая вышла на пенсию и переехала с северо-востока в пункт Гордо во Флориде. Ему было 59 лет, а ей 51 год. Они провели свою пенсию, катаясь на огромной яхте, играя в гольф и собирая коллекцию ракушек. Слыша такое впервые, можно задаться вопросом. Это шутка или это пара воплощения американской мечты? К несчастью, это была их мечта. И они воплотили ее в жизнь. Но когда они подошли к концу своей жизни, самого драгоценного дара, не считая спасения, конечно же, мне даже сложно представить, я могу только вообразить, какой отчет они давали Богу. посмотри, Господи, какая замечательная коллекция ракушек. Ну, разве она не прекрасна? Видишь, вот это самая настоящая трагедия. А каков будет твой отчет? что ты скажешь? Какой отчет ты дашь и что ты ответишь? Будешь ли ты продолжать служить, отдавая свою жизнь, или продолжишь жить для себя? Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok